Всем привет! Сегодня я покажу, как я обрабатываю интерьерные фотографии. Как правило, я снимаю все интерьеры камерой, находящейся на штативе, с брикетингом по экспозиции. И сейчас я выбрал режим съемки с шагом 2 третьих по экспозиции. Делаю 5 кадров. Итак, учитывая то, что мы снимаем беззеркальной камерой, то мы можем ориентироваться по видоискателю, либо по экрану, как наш кадр проэкспонирован. Если взять мой первый кадр, то я стараюсь настроить выдержку таким образом, чтобы первое эталонное изображение было не полностью светлым и не очень сильно темным. Дело в том, что впоследствии я собираю HDR в Lightroom, но этим не ограничиваюсь и дорабатываю фотографии впоследствии в Photoshop. Поэтому я приблизительно знаю, что я буду делать в Photoshop, поэтому приблизительно ориентируюсь на глаз по степени освещенности главного, основного кадра, от которого потом уже отчитывается брикетинг в ту или иную сторону. Соответственно, сейчас это снималось объективом 10-24 на диафрагме 8, и выдержка получилась у этого кадра 1,8. Значит, мы имеем 5 кадров. С зажатым шифтом выделяем все наших 5 кадров. Вот они. Упс. Вот идет потом самый светлый, чуть потемнее, темнее, и самый темный. Итак, выделяем 5 наших кадров, идем в меню «Фото», «Фото мерч» и «HDR». У нас появляется вот такое вот окошечко, где Lightroom нам предлагает вариант склейки нашего кадра в HDR. Подождем немного. Собственно говоря, таким образом я делаю абсолютно все интерьерные съемки, будь то жилые помещения, рабочие помещения, производственные помещения. Главное – подобрать на глаз экспозицию первого основного кадра. Снимая интерьеры, очень часто мы в кадре имеем яркие предметы, ну, в частности, освещенные окна. Вне зависимости, это лето или зима, окно все равно будет самым светлым объектом, и хоть это и не является главным элементом в кадре, но выбивать его полностью под ноль не рекомендуется. Это ухудшает общее восприятие картинки. Ну и по своему опыту я заметил, что когда ситуация складывается таким образом, что невозможно сделать кадр, не выбив в пересвет окно, то постоянным клиентам это бросается в глаза. Поэтому иногда, если условия такие, что снимаешь в яркий солнечный день, и брикетинг не позволяет снять кадр, не пересветив окно, я делаю один дополнительный кадр на очень короткой выдержке, так, чтобы вся комната провалилась в черноту, а окно осталось с информацией, чтобы сохранились детали. Значит, мы имеем вот такое вот окошечко превью. Здесь у нас есть кнопочки «The Coast Amount». Эти кнопки, они актуальны в том случае, если мы снимаем помещение, где есть люди, либо мы снимаем улицу, где есть движущиеся люди. Был у меня случай, я недавно фотографировал небольшой мини-маркет, и там за прилавком находились две девушки-продавщицы. Да, я попросил их замереть, не шевелиться, но человеку очень сложно, скажем, там 2-3 секунды простоять, не шевеляясь абсолютно. Хоть в какую-то сторону, чуть-чуть, минимально, но голова шевельнется. Поэтому, если в кадре у нас есть движущиеся объекты, то для того, чтобы минимизировать потом искажения лиц, да вообще силуэтов и фигур человека, лучше понажимать эти кнопочки. Ну вот с прошлой работы у меня осталась нажата кнопочка «Low». Естественно, если мы снимаем улицу, то там будет больше людей, они будут сильнее двигаться, тогда мы, конечно, выберем режим «High». При съемке интерьеров и помещений, где нету движущихся объектов, можно отключить вообще, но на самом деле это не так сильно влияет на пустые помещения. Итак, мы видим, что нам предложил Lightroom. Какой вариант? Относительно нормально. Средняя температура по больнице, проэкспонированная фотография, ни темная, ни светлая. Обязательно оставляю здесь галочки, несмотря на то, что я снимаю со штатива. Все равно вот автосовмещение кадров, пусть оно будет включено. Мы нажимаем кнопочку «Merge» и ждем, когда нам Lightroom склеит, вот видим прогресс, склеит наши RAW в HDR. Мы получим шестой кадр, собственно говоря, который и будет являться нашим финальным рабочим кадром, с которым мы впоследствии поработаем в Photoshop. Когда я загружаю RAW в Lightroom, я не делаю предварительно никаких-либо коррекций с этими фотографиями. Дело в том, что когда Lightroom склеит HDR, он сохранит нам ее в формате DNG. Это тот же самый RAW. И проявлять его, обрабатывать его, можно абсолютно спокойно, применять все последующие настройки, как к обычному RAW. Поэтому, загрузив в Lightroom отснятый материал, я не вношу никаких прав, для того, чтобы вся операция по склейке HDR проходила максимально быстро. Итак, мы имеем вот наш файл. У него появилось расширение HDR DNG. Переходим во вкладку Develop. И немножечко доработаем его с учетом того, что мы будем делать в дальнейшем в Photoshop. Картинка темноватая. Клиенты не любят темные фотографии. Опять же таки, был у меня случай, когда я фотографировал комнату отдыха главы семейства, которая находилась в подвальном помещении коттеджа. Она была без окон. Там было очень специфическое освещение, очень тусклое. Конечно, очень уютная комнатка. Большинство мужчин захотели бы там уединиться, подумать о своем, попить пиво или коньяка у камина. Но, тем не менее, когда я сделал ему фотографию в своем привычном светлом стиле, он тоже попросил вернуть атмосферу той вот приглушенной обстановки, приглушенной в плане освещения. Итак, здесь я обязательно подтяну Shadows приблизительно даже до плюс 90. Это не страшно. Мы не обязательно должны проявить все тени вот здесь вот под столом, там где провода видны, вот диван, но это сделает картинку слегка светлее. Мы сдвинем Highlights до упора, то есть минус 100 совсем, чтобы вернуть окошечко. Мы Blacks выставим на 0 и приподнимем экспозицию. Допустим, плюс 45. Конечно же, окошко стало светлее, поэтому... Ну, сейчас я записываю с ноутбука, здесь не очень удобно приближать до 100%. На большом мониторе удобнее приблизить и пройтись кисточкой. Ну, покажу, как это происходит здесь. Выбираем кисть, Highlight'ы минус 100, подбираем радиус с растушевочкой и проходимся вот по вот этим вот светлым участкам и понизим еще здесь экспозицию. Можем White тоже прибрать. Вот мы вернули детали в окне. С балансом белого здесь не очень-то хочется что-то делать. Я вижу, что картинка практически соответствует тому, что есть на самом деле. Но я изменю вот температуру с 5100 на 5300. Формально она станет чуть-чуть теплее, белый станет чуть-чуть желтее, что соответствует яркому солнечному дню. Lightroom автоматом здесь нам приподнял Vibrance. Я же добавлю здесь еще в плюс 25 Saturation. Это даст нам яркости, насыщенности цвета вот на шторах, на подушечках. Кресла станут более заметными, броскими в таком интерьере. Очень часто я добавляю Saturation, либо я перехожу во вкладку HSL и добавляю Saturation здесь выборочным цветам, если, допустим, обои будут какого-нибудь персикового или голубого цвета, а я не хочу их делать такими яркими. Либо это можно сделать опять же таки кисточкой, пройтись по шторам, например, и изменить цветовую температуру или увеличить Saturation. Собственно говоря, вот у нас на этом заканчивается обработка в Lightroom. Можно зайти во вкладку Transform и поправить вертикали, но так как я, повторюсь, снимал со штатива, то я всегда стараюсь выставить камеру так, чтобы у меня нигде углы не заваливались, стены не сводились кверху, к потолку в виде трапеции. Мы можем проверить. Вот ничего не изменилось. Собственно говоря, вертикали выставлены правильно. Заходим в детализацию и так как мы работаем с интерьерами, то здесь можно поставить значение 45, 2, 35. Все. Теперь мы это изображение фото EditIn обработать в программе Adobe Photoshop. Вот у нас открывается наш Photoshop. Только почему-то очень долго. И вот мы имеем нашу фотографию. Что я делаю в этом случае? Значит, Ctrl-J, дубликат слоя, иду в фильтр, камера RAW фильтр и поднимаю экспозицию нашего изображения. Без фанатизма, но поднимаем еще так побольше. Высветлим теньки еще побольше. Ну, блэки можно чуть-чуть прижать. Окей. Почему дублировали слой? Мы зажимаем Alt, нажимаем вот на иконочку и закрываем это все хозяйство маской. Можно протереть всю комнату. Можно протереть только необходимые нам детали. Можно закрыть не черной, а белой маской. Я сейчас ее инвертирую. Взять кисточку, черную, мягкую, и протереть вот только вот эти вот пересветы в окошке. То есть вернуть детали в окне и не позволить ему уйти в пересвет. Вот таким вот образом. Схлопываем слои. А дальше, собственно говоря, все очень просто. Я делаю два дубликата слоя. Верхнему режим наложения Soft Light и меняю прозрачность слоя где-то на то 50-60%. Схлопываю этот слой со средним и меняю режим наложения на режим цвет. Таким образом, мы усилили цвета на фотографии, сделали их ярче и сочнее, но сохранили общую освещенность кадра. схлопываем и его. Опять же, Ctrl-J, дубликат слоя, Soft Light и идем в фильтр, Other, High Pass. Так как я уже обрабатывал эту фотографию, то здесь стоит радиус 6 пикселей, это все необходимо для того, чтобы мы добавили четкости к краям предметов интерьера. То есть 10 пикселей будет уже очень много. Появится каемка, такой ореол свечения. 4 пикселя будет недостаточно. Оптимальным оказалось значение 6 пикселей. Жмем ОК. Собственно говоря, практически фото готово. Это такого своего рода и увеличитель резкости, и усилитель вообще текстурности, фактурности. Схлопываем слои. На этом можно было бы остановиться, и в принципе чаще всего я так и делаю, но иногда приходится некоторые детали в интерьере, скажем так, усилить. Усилить их визуальный эффект. Вот здесь люстра, вам вряд ли будет видно в видео, но вот эта вот сама люстра черная и патроны, в которые вкручены лампочки с закосом под лампы Эдисона, она черная, но здесь они стали уже как бы серыми. Поэтому я могу создать корректирующий слой уровней и черные подвинуть. Вправо. Потом Ctrl-I инвертировать эту маску. Опять-таки кисточка, меняем ее уже на белый и начинаем протирать только нашу люстру. Таким образом мы добавляем контраст, делаем темнее, и создаем иллюзию, можно еще по телевизору пройтись, создаем иллюзию такой вот объемной 3D-шной картинки. Вот так. Все, собственно говоря, на этом наша обработка фотографии готова. Если вам не нравятся вот эти потолочные лампочки, то покажу свой любимый способ. Мы берем обычное лассо, выделяем вот так вот его, жмем Shift-Backspace клавишу, у нас появляется окошко, где мы выбираем в выпадающем меню Content-Aware, жмем ОК, и все. Собственно говоря, вот этот вот светильник, да, он есть, он вот есть и там, тут уже его придется клоном заштамповать. Ну, это уже вкусовщинка, этим можно заниматься, можно не заниматься, но я стараюсь вот такие вот элементы, если вы не выполняете съемку по заказу именно людей, занимающихся освещением, то вот такие вот элементы я стараюсь убирать в кадре, потому что они, собственно говоря, не несут особой такой смысловой нагрузки, могут являться цветовым мусором в кадре. Все, вот теперь фото у нас полностью готово. Так как мы работаем с RAW, то у нас это изображение сейчас открылось в 16-битном режиме, может быть, 16-битный PSD-файл или BTI-файл, поэтому мы переходим в Image Mode, конвертируем в 8-бит и сохраняем его как JPEG. Можно убрать это расширение, HDR. Сохраним, например, на рабочем столе. Вот так. Пробуйте, смотрите, все очень просто. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...